здравствуйте дорогие друзья понедельник недельная глава цаф название книг и глав всегда отражает главную работу именно этого временного периода цаф это слово прикажи заповедую очень редко применяется в торе это тот же корень от слова митсва заповедь и вот получается что именно в эту неделю требуется приказать себе совершить большую духовную работу не умничать не рассказывать что-то а вот именно заставить себя и посмотреть что будет тем более что это время пурима великого праздника который как раз и известен тем что перевернул ситуацию абсолютно с плохого на абсолютно хорошее это сделали люди в то время значит можем мы многие случайно оказались сегодня в гуще событий многие случайно не рядом с событиями случайность это имя бога когда он не хочет показать свое управление миром не знаю почему не знаю что не знаю какие события какая последовательность для чего но все это эти короткую историю расскажу чтобы может быть понятно было тридцать девятом году в польше хасиды немцы пришли в село городочек маленький они перепугались немцев и бежали через границу советский союз их тут же конечно схватили и они шесть лет в сибири там еле выжили проклинали все на свете потом вернулись оказалось что они одни выжили из всего городка никто не знает пути бога говорят мудрецы что беды приходят когда мир не извлекает выводы из прошлых ошибок и бед мидраж говорит следующие уникальные слова если будете утверждать что беды постигающие вас за грехи суть есть случайность если станет подыскивать для них посторонние причины тогда ждите что беды возобновятся и так будет повторяться до тех пор пока вы не осознаете что источники ваших несчастье ваши собственные грехи это сказали пророки много-много лет назад до наши собственные деяния привели к тому что происходит мире да это так но разве нам легче от этого разве дети даже когда понимают что они неправы не просят от всего сердца своего отца прости он прощает когда не раскаются со слезами и просят его вне пурима три дня раскаяния привели к полному изменению ситуации весь народ три дня постился и раскаивался три дня но не три дня обсуждения новостей или просмотра их в фейсбуке сейчас очень важно не сидеть часами в каким-то интернете какими бы благими намерениями это не оправдывалось не смотреть без конца телевизор надо потратить это время на духовное очищение мира еще один маленький урок еще одна молитва еще одна какая-то духовная книга это принесет больше пользы миру чем многое другое победа всегда осуществляется в духовных мирах а потом она уже порождается окончанием войн на земле на увеличивать добро в себе уменьшать зло в себе надо увеличивать добро вокруг себя и стараться уменьшать зло вокруг себя надо сделать вот этот вклад что мир вернулся на землю у нас нет храма сегодня мы изучаем храмовое приношение зачем храмовую службу заменили молитвами заменили учебой вот этим вот это вот сегодня вот это вот приношением обязаны и делать талмуд рассказывает об одном эпизоде происшедшего в одни и стервуд и царь ашвирож повелел амана облачить мордыхая царские одежды посадить на коня провести по улицам и так далее пришел злодея манка в дыхаеве тот смотрит чем-то занят чем вы занимаетесь изучаем законы жертвоприношения и он удивился как же так зачем нет храма он говорит так законы засчитываются как приношение жертв а жертвы отводят от нас опасность изучение законов тоже спасает это тогда было значит и сейчас как и сегодня молитва добрые дела отводят даже самый суровый приговор небес как он может каждый человек должен укрепиться хоть немножко молитвы улучшить какое-то доброе дело и вы увидите снисхождение неба я короткую историю расскажу чтобы закончить наш урок приходит к отцу молодая девушка и говорит отец я так устала у меня тяжелая жизнь такие трудности я все время плыву по течению у меня нет больше сил что делать отец поставил три кастрюльки такие вот на воду в воде бросил в одну морковку в другую яйцо в третью зерен кофейных через некоторое время вынул все это и показывает что изменилось яйцо и морковка сварились озер на кофе растворились воде сказала девушка нет говорит дочь моя это лишь поверхностный взгляд на вещи посмотри твердая морковка побывав в кипятке стала мягкой и податливой жидкое яйцо стало твердым внешне они не изменились они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств кипятка такие люди сильные внешне могут которые вот такие знаете внешне вроде силе она может расклеиться и стать слабым а гру хрупкие нежные только затвердеют и окрепнут а кофе спросила дочка вот сказал отец это самое интересное зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде изменили ее и превратили кипяток великолепный ароматный напиток есть особые люди которые не изменяются в силу обстоятельств они изменяют сами обстоятельства и принципе превращают эти обстоятельства в нечто новое иногда даже полезное извлекая пользу и знания из новых обстоятельств мы не можем направлять себя в этом мире но мы можем куда бы нас бог не направил стараться сделать этот мир чище добрее и не выдумывать себе ничего и не искать виновных и не казнить себя что ты что-то сделал не так и не казнить другого сделать только одно очищай свой кусочек мира вокруг себя и тогда ты увидишь как все поменяется я в это верю потому что пулем он такое есть пулем он и есть пулем всего самого лучшего удачи чтобы все были живы здоровы и чтобы скорее мир вернулся наш мир